Доброе утро! Сегодня 13 ноября, вторник, студия Мара Багирова. В Каспийске состоялась официальная встреча главы Дагестана Владимира Васильева с президентом Республики Татарстан Руставом Минихановым. В ходе диалога стороны обсудили текущие вопросы развития межрегионального сотрудничества. В настоящее время взаимодействие между регионами развивается в рамках соглашения и плана мероприятий между республиками о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, подписанном 5 февраля 2018 года в ходе рабочего визита Руставом Минихановым в Махачкалу. В республике прошло заседание группы стратегического видения «Россия. Исламский мир», в ходе которого обсуждены вопросы, связанные с сотрудничеством России и стран мусульманского мира в контексте нарастания террористических угроз и вызовов безопасности. В его рамках состоялось пленарное заседание группы стратегического видения «Россия. Исламский мир», осмотр выставки торгово-промышленного, инвестиционного и туристического потенциала республики, рабочее заседание и принята резолюция. В пленарном заседании группы стратегического видения «Россия. Исламский мир» приняли участие глава Дагестана Владимир Васильев и президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. Информационные технологические прорывы последних десятилетий диктуют необходимость выработки новых решений по формированию устойчивых механизмов преодоления существующих в современном мире проблем религиозно-политического экстремизма, разрушительной идеологии религиозной нетерпимости. В этой связи хочу отметить позитивную роль группы стратегического видения в выработке подходов к актуальным сегодня вопросам образования молодежи, подготовке высококвалифицированных кадров. Школа молодого лидера, о которой сегодня было сказано, это определяет и будущее нашей молодежи. Содержательное счастье и селезообразно было бы сделать упор на вопросы синтеза современных технологий и традиционных ценностей, партнерства с цивилизацией, управления в условиях многополярного мира. Важно подготовить нашу молодежь к новой реальности и новому миропорядку, ответственному и честному отношению как к собственной стране, так и к своим партнерам. От этого будет зависеть будущее человечества. Первая группа осенних призывов из Дагестана отправилась на место службы. 50 новобранцев будут распределены по четырем военным округам. Перед отправкой, как и полагается, призывники получили полную амуницию. Обращаясь к будущим солдатам, военный комиссар республики Дэвид Бек Мустафаев подчеркнул, что защищать родину – особая честь для гражданина и призвал отнестись к службе со всей ответственностью. Перед каждым призывником стоит задача быть достойным примером службы в рядах вооруженных сил. Осенний этап призыва продлится до 31 декабря. Подлежат вызову на призывные комиссии более 60 тысяч граждан. Задания, установленные для республики Дагестан, составляют тысячу человек. Вот сегодня вы видите 50 человек наших призывников бывает для прохождения службы войска национальной гвардии, дислоцирования в Московской области и в Западном военном округе. Работа идет планово. Вещевым продовольственным имуществом призывники и наши военные службы обеспечены. Проблемных вопросов на данный момент нет. Любить свою родину – значит ее знать. Это доказали участники всероссийского географического диктанта, который прошел в стране. В Махачкале площадкой для проведения экзамена стал исторический парк «Россия. Моя история». На 30 вопросов отвелись всего 45 минут. Свои знания, сообразительность и эрудицию на знания географии проверили сотни дагестанцев. Среди них и наш корреспондент Магомед Баширов. Моря, леса, реки и горы. У большой страны география обширная. И участников в этот раз больше. В основном ребята и девушки из патриотического движения «Юна армия». Инициатива проведения диктанта именно в музее «Россия. Моя история» тоже исходила от них. Среди 20 площадок, открытых по республике, музей стал номером один. По подготовке и по количеству участников. Не скажу легкие, но есть над чем нашим детям нам с вами подумать, поразмыслить. Надеюсь, наши дети, и мы все покажем достойный результат. Проверить свои знания в географии могут все желающие. Среди юных армейцев брат героя России Магомеда Нурбагандова Магомед Али. Признается, что вопросы непростые, но оттого и интересно проверить себя на фоне сверстников. И не только. Вопросы не такие легкие, но мы постараемся на них ответить. Мне кажется, это будет очень интересный диктант географический. И проведем еще несколько мероприятий. В нашей республике этот диктант пишут уже четвертый раз. Побудет к изучению богатого природного и культурно-исторического наследия страны. Основной посыл русского географического общества, как организатора и куратора этой акции. Все происходит на мультимедийной основе, с использованием видео, аудио, средств современных. Это все очень удобно. И я очень рад, честно говоря, что как ответственный представляющий организацию Русское географическое общество в Дагестане за это мероприятие, что оно так проходит гладко. Дети с большим интересом участвуют в нем. Я надеюсь, что будут у них прекрасные результаты. Оценку уровня географической грамотности населения дадут после проверки всех работ по всей стране. Разделят итоговый отчет по регионам, а также по возрастным и социальным группам. Власть, СМИ, общество. Уровень доверия. Так называется новая книга журналиста и общественного деятеля Ильмана Алипулатова. В сборник вошли аналитические статьи, комментарии автора на самые острые и критические темы общественно-политической жизни. Дагестанское радио. Понятно каждому. Ввод в эксплуатацию очистных сооружений в Дербенте запланирован на 2021 год, сообщает Министерство строительства ЖКХ Республики. Строительство объекта ведется с 2008 года в рамках федеральной целевой программы «Юг России» и включено в госпрограмму России развития Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года. Напомним, что в планах у региональных властей до конца этого года также ввести в строй очистные сооружения в Каспийске мощностью 60 тысяч кубометров в сутки. Новости культуры. Республиканский дом народного творчества Министерства культуры Дагестана совместно с Республиканским учебно-методическим центром продолжает проведение мастер-классов по традиционным промыслам. Сегодня в 13 часов в Доме народного творчества пройдет мастер-класс по художественному вязанию, участие в котором может принять любой желающий. Также опытная мастерица представит технологию изготовления традиционных носков и обуви. Молодая поэтесса Индира Зубаирова приглашает сегодня в 17 часов на свой поэтический вечер. Поэтический диапазон поэтессы широк и охватывает не только лирику, но и пейзажную зарисовку и философские раздумья. Стержень ее лирики составляет предельная искренность и откровенность. Индира имеет свои убеждения, ценности, свою гражданскую позицию. Ее стихи имеют глубокую жизненную направленность. Темы творчества многогранны. Любовь и верность. Современная жизнь, общество и многое другое. Радио России. Дагестан. Спорт. Дагестанские борцы вольного стиля выступают на молодежном первенстве мира в Бухаресте. В состав сборной России вошли Муслим Садулаев, чемпионы России Магомед Расул Идрисов, победители первенства мира 2015 года Гаджин Абиев и 2014 года Саид Гамидов. В составе женской сборной России Милана Дадашева и Дарья Шестерова. Радио России. Дагестан. Погода. По сочинению Дагестанского гидромедцентра сегодня по районам республики ожидается Слабый дождь на севере республики без осадка, ветер восточный, юго-восточный 7-12 метров в секунду, на севере республики 13-18 метров в секунду, в горных районах юго-западный 7-12 метров в секунду, температура на севере республики 5-10, в горных районах 4-9 градусов тепла. В Махачкале сегодня ожидается дождь, ветер восточный, юго-восточный 12-17 метров в секунду, температура 8-10 градусов тепла, вода в море 11 градусов. Вы слушали информационный выпуск «Вести Дагестан». Вела выпуск Имара Багирова, редактор Бедернисия Гусейнова, звукорежиссер Мумината Леева. Вы слушали Радио России Дагестан.